Здравствуйте! В эфире программа «По существу» в студии Анастасия Алексеева. 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. В эфире проводится он с целью пропаганды пешего и велосипедного движения, а также использования общественного транспорта. Главный девиз дня – город как пространство для людей, пространство для жизни. Сегодня мы будем говорить о движении велосипедном и разговаривать будем с Григорием Черновым, руководителем команды «Вело-Че». Здравствуйте, Григорий! Приветствую, Анастасия! Григорий, а почему вы выбираете велосипед? Ну, на сегодня можно сказать, что это уже история. Но если разобраться, почему каждый день я сажусь на велосипед с большим желанием, чем в машину, это, наверное, велосипед – это некая личная свобода. Ну, я ничем не ограничен, могу планировать свободу на свой маршрут, у меня нет пробок, нет большого количества сложностей, ну, разве что не погода может заставить меня пересмотреть. И еще недавно думал об этом и понял, что велосипед – это отличный антистресс, это отличная возможность побыть наедине с собой. То есть, точно так же, как в любое занятие на свежем воздухе бег или что-то подобное, это действительно здорово. Я думаю, каждый, кто катается на велосипеде, поймет, о чем я говорю. Ну, сегодня, скорее, велосипед используется больше как развлечение, легче на нем, как бы привычнее на нем поехать кататься в парк, например, в выходные, нежели ежедневно добираться до работы и потом с работы до дома. Но вот как заставить людей, ну, не заставить, а, наверное, убедить людей в том, чтобы они использовали велосипед каждый день? Например, это ведь могло бы и решить проблему пробок в будние дни. Я думаю, да, это хорошая возможность для города в будущем, действительно, сгрузить магистрали. Наверное, это все-таки произойдет со временем. Как вы правильно отметили, все-таки велосипед сейчас в первую очередь используется как развлечение, ну, или активный отдых. А кто-то постепенно начинает использовать его как транспорт. Даже ездить на нем на дачу, кто-то добирается до работы. Это тоже хорошая возможность. Я думаю, должно пройти время. То есть, сознание должно немножечко измениться в этом смысле. То есть, должны появиться рабочие места, которые к этому приспособлены. Ну, мы же не можем приехать на работу на велосипеде и весь день сидеть. Нужен душ, нужно место, где велосипед поставить. Город должен адаптироваться к этому. Если говорить о городской инфраструктуре, кстати, велосипедисты долго пытались сделать так, чтобы на них обратили внимание. Вроде как в последнее время внимание на них начали обращать. Появляются и велосипедные дорожки. И знаю, что парковки для велосипедов, некоторые объекты, инфраструктуры все-таки ими оборудованы. Но, тем не менее, как вы оцениваете проводимую работу, как велосипедист? Ну что ж, на самом деле начнем с того, что несколько лет назад действительно была встреча еще тогда на Хабспейсе Константина Иванова. Мы встречались с представителями города и тогда задавали эти вопросы. Ну, это был долгий путь, видимо. Работы идут. Но они, конечно, скорее какого-то случайного порядка, чем целенаправленные. Я думаю, что действительно один из ключевых моментов – это велопарковки. Мы же знаем, что есть проблемы с тем, чтобы зайти куда-то в магазин, в кафе. Ну, скорее всего, вас не пустят, встретят с непониманием. Если есть велопарковка для человека уже для вело, это будет проще. То есть он сможет оставить свой транспорт и знает, что уже сможет этот маршрут с определенными целями проехать на велосипеде. Велодорожки – это значительно более сложная тема. Потому что то, что совсем недавно нарисовали в городе, я думаю, что это пока по большей части… Это больше похоже на муляж, чем на что-то рабочее. Потому что первая попытка была на заливе. Мы помним, то есть они располовинили дорожку и нарисовали на ней знак. Но вроде очевидно, что вместе с этим должна провестись какая-то работа информационного характера. То есть, я не знаю, может быть, и велотаблички снабдить. Может быть, пытались, кстати, провести мы какой-то велопробег. То есть нужно, 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 чтобы это постепенно в головах и пешеходов, и велосипедистов укладывалась мысль, что вот, ну, ребята, мы на велосипедах едем здесь, поэтому пешеходам здесь ходить просто небезопасно. Потому что на сегодняшний день понимания нет никакого. То есть для чего эта велодорожка? Вот, кстати, да, едешь по велодорожке, а пешеходы привыкли, что весь тротуар, который теперь не весь, принадлежит им. Вот действительно, как бороться? Только ли пропаганда информационная должна быть? Ну, я думаю, что если, ну, мы коснемся сейчас велосипедистов, конечно, это дело всех и каждого. То есть, ну, каждый должен для себя решить. То есть вот я еду по велодорожке, желательно это делать все вежливо, аккуратно, то есть, ну, не конфликтовать. И тогда, я думаю, со временем просто и пешеходы начнут замечать, что, ну, не просто же так. То есть фактически, помимо, да, инициатив от властей, велосипедисты должны сами немножечко этому поспособствовать. А велосипедисты сами едут по этой велодорожке или пока все-таки им тоже принадлежит как будто бы весь тротуар? Да, я думаю, что они сами еще не готовы. То есть, наверное, должно пройти время, но, естественно, их нужно как-то к этому подбивать. То есть нужно какие-то проводить еще инициативы. Всегда вот волновал вопрос того, как велосипедная дорожка начинается и заканчивается. Вот не говоря уже о тех, то, что сейчас расчерчено по, я не знаю, по проспекту Ленина, например. Вот, допустим, велосипедная дорожка на пешеходном мосту на заливе, да, она вроде как началась, вроде как закончилась. Куда дальше деваться велосипедисту? Дальше начинается тротуар. Все верно. Ну, это же сугубо виртуальная штука получается. То есть, да, вот вам отведено место, вы здесь едете. Ну, не совсем понятно, как с этим обращаться, есть ли какая-то логика. В принципе, ведь много очень стран, много даже городов других, где все это решено на таком очень высоком уровне и логично все это сделано. Можно просто почерпнуть чужой пример. Я надеюсь, когда-то наши власти просто до этого дойдут. Я не буду сейчас говорить про Европу, это слишком далекий пример. Есть много городов вот в России, те же набережные Челны, то есть там очень грамотно все сделано, и люди этим пользуются. Я думаю, что нужно за этим примером куда-то сходить и применить их на жизни. Вот как в набережных Челнах? То есть там вплоть до того, что, в принципе, ну, на велосипеде можно проехать по всему городу, и это будет действительно велодорожка. Но там она сделана так же, как у нас, как часть тротуара пешеходного. Естественно, в некоторых городах это организовано как часть автомобильной дороги. Ну, тут уж, тут надо смотреть. Потому что, на самом деле, так же, как и машины представляют опасность для велосипедистов, так же и велосипедисты представляют опасность для пешеходов. Это сложный вопрос, на самом деле. То есть, если вы едете со скоростью 30 км в час и сбиваете, ну, не дай бог, конечно, пешехода, естественно, последствия будут нехорошие. А что бы хотелось увидеть в городе из велоинфраструктуры еще? Может быть, есть не только парковки, дорожки, и что еще может быть? Какие объекты? Да, по большому счету, это все, что нужно. Просто их нужно сделать действительно законченными. Возможно, велодорожки в городе не так уж сильно нужны, как, может быть, они будут идти куда-то за город. Ну, у города есть одна всего велодорожка хорошая, которая идет вот от контура в сторону поселка Харкасы. Ее все знают, да, ее все прекрасно знают, да, и кто-то ей даже присвоил такое название. И, в общем, конечно, что-то подобное должно появиться в других направлениях. То есть, тогда люди спокойно, независимо от наличия дороги и, ну, не соседствуя с автомобилистами, могли бы передвигаться. Ну, в других направлениях это в сторону Заволги или Новочебоксарска. Ведь действительно отличный проект соединить Новочебоксарск и Чебоксары. Ведь точно тогда больше людей стало бы перемещаться на велосипедах, я в этом уверен. Что говорить о спортивной форме, например? Сложно ведь преодолеть большие расстояния, если, ну, ты не совсем спортивный человек. Велосипеды современные очень подготовленные к любому уровню формы. То есть, в принципе, даже не обладая каким-то физическими данными существенными, можно спокойно передвигаться. Поэтому, в принципе, всем добро пожаловать. Каждый для себя может открыть это удовольствие. Что ж, Григорий, спасибо вам большое за беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Григорий Чернов, руководитель команды ВЕЛОЧЕ. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова